Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим о создании героических персонажей и первым же делом я отвечу на вопрос о своих двух демонхантерах, потому что вопрос весьма частый и люди интересуются, как так вообще получилось, потому что в рамках официальной версии игры, в рамках текущей версии World of Warcraft, в принципе, нельзя это сделать. Будет просто писать ошибку в меню создания персонажей. Рассказываю. Один демонхантер был изначально создан на Гордуне, а второй был перенесен с сервера Дракономор с целью того, чтобы перенести абсолютно всю голдишку, реагенты вместе с гильдбанком на Гордуне. В тот момент, к концу Дренора, на Дракономоре было нафармлено 6 лямов и суммарно легион я стартанул, по-моему, миллионами с 15. Это было круто и замечательно. Но как можно сделать все вам в рамках игры? Сейчас все рассмотрим. Два героических класса у нас есть в игре. Рыцарь Смерти, добавленный в дополнение Гнев Короля Лича, и Охотник на Демонов, ДХ, который был добавлен в дополнение Легион. Ну, можно сказать, по меркам Варкрафта это относительно недавно. Эти героические классы требуют для создания какого-либо персонажа изначально. С целью того, чтобы создать Рыцаря Смерти, ДК, нужен персонаж 60 уровня. С целью того, чтобы создать Демон Хантера, Охотника на Демонов, нужен персонаж 70 уровня. И, по-моему, систему можно обмануть с помощью пробных персонажей. Пробный персонаж засчитывается как за обычного персонажа с целью того, чтобы создать ДК и ДХ, и таким образом можно сразу делать свой путь на ДК или на ДХ. В принципе, если система это работает, то неплохо. Если нет, ну, я думаю, в текущий момент действует годовщина, и вы быстренько прокачаете себе персонажей. Ну, а теперь конкретно о создании. Как вы можете сделать себе несколько героических классов. В принципе, это все просто. У ДК нет никаких ограничений. То есть, один ДК мой, основной в текущий момент, с никнеймом Приа ДК. Второй ДК с никнеймом Нежный Приа, ну, просто с целью того, чтобы ник занять. Третий ДК, созданный недавно, с никнеймом Суровый Приа, с целью того, чтобы, опять же, просто занять никнейм. Я могу спокойно его удалить. Я могу спокойно его... Не могу спокойно его восстановить. Но тогда я создам просто нового себе ДК. Это вообще не проблема. Какой там был никнейм Суровый Приа, да, по-моему. Допустим. Вот и все. И таким образом можно создавать себе ДК, в принципе, сколько угодно. Теперь попробуем сделать то же самое с Демон Хантером. Я могу заведомо сказать то, что это, в принципе, не получится. Зайду на Ревущий Фьорд, так как там у меня есть один Демон Хантер, за Орду. Ну да, немножко балуюсь, там всякие игрушечки, покупаю питомцев. Попробуем создать нового персонажа и конкретно Демон Хантера. И что нам напишет? А нам напишет, что в каждом игровом мире у вас может быть не более одного охотника на демонов. То есть, таким образом, мы делаем вывод, что ДК, Рыцарь Смерти, мы можем создать любое количество. Ну а охотников на демонов мы можем создать только одного на одном игровом мире. Но если же вам хочется заиметь двух и более охотников на демонов, то тогда придется покупать в магазине Blizzard платную услугу, а именно перенос персонажа в другой игровой мир. Если вы в этом заинтересованы, дерзайте. Если нет, то радуйтесь одному Демон Хантеру. На вопрос, который часто задается под видосиками, я ответил. Ну и всю структуру героических классов рассказал. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.